Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о гельминтах. Я надеюсь, что вы прониклись тем, что я говорил до этого, и уже начали тщательно следить за ребенком, тщательно обрабатывать пищу, мыть овощи и фрукты. И, вероятно, заражение глистами вас и ваших детей резко понизилось. Надеюсь на это. И чтобы дать вам в руки знания о других видах глистов, мы с вами продолжим знакомиться с огромным миром паразитов, который живет, который присутствует. Это, так сказать, создание природы, создание божественное тоже. И никуда от него не деться. Нужно научиться существовать с ними рядом таким образом, чтобы это не было ущербно для человека, для вас и ваших детей. Поэтому об этом нужно как минимум знать. Итак, следующий паразит вызывает заболевание, которое называется геменолепидоз. Это я специально говорю по слогам, чтобы вы услышали. Геменолепидоз. И вызывает его возбудитель, который называется карликовая цепень. У нас был бычий цепень, был свиной цепень. А теперь мы познакомимся с карликовым цепнем, который попадает в организм человека через грязные руки, загрязненные предметы быта и проникает в тонкий кишечник, в котором он благополучненько живет. Вот. И боли в животе, возникает тошнота, слюна течения, снижение аппетита, жидкий стул. Вот. И заражается карликовым цепнем мы также от животных. Поэтому профилактика карликового цепня – это тщательная обработка мясных продуктов, причем не только у крупного рогатого скота, но и мелкого скота, скажем, таких, как кролики, мясо, да, их, вот там, овец, да, таких животных, которые поедают траву, коз. Вот. Если мы едим овец, такое мясо, поэтому здесь будьте осторожны. Следующий гельминт, с которым мы познакомимся, достаточно тоже неприятный, но они все не очень приятные, но об этом мы поговорим особо. Это паразит, который вызывает заболевание эхинококос, эхинококос, вот, и возбудитель, глист, называется эхинокок. Вот. И вот он живет в тонком кишечнике собак, ну, волков, шакалов вы с ними не общаетесь, я надеюсь. А вот с собаками – да. И заражение происходит не только через кал, но и через шерсть собачью. Чаще всего, на самом деле, через шерсть не очень часто, а гораздо чаще через загрязненные овощи и фрукты, причем загрязненные фекалиями собак. Да, то есть, если, скажем, механизм какой, допустим, грядки, там морковка растет или укроп, бегают собаки по участку, вот там какают, где придется, в том числе и на эти грядки. И вот, когда ребенок ползает по этим грядкам и радостно поедает морковку, которая там растет, причем вы довольны, что ребенок вот прямо с грядки, так сказать, да, фарную морковку поедает, загрязненную, то очень большая вероятность его заражения хинококом. Поэтому, несмотря на то, что у вас есть там прекрасные огороды, свежие овощи и фрукты на нем растут, их все равно надо мыть. Особенно, даже если у вас нет собаки, у вас абсолютно нет гарантии, что соседская собака вам на огород не придет покакать. Поэтому, соответственно, следите за тем, чтобы это все было чисто. И вот хинококи, они очень неприятные глисты. Почему? Потому что они попадают в организм человека и образуют кисты. Кисты, наполненные жидкостью, вот такие круглые мешочки, которые могут быть практически во всех органах человека, но, может быть, за исключением очень редко в сердце, а чаще всего в печени легкие. И вот перекрывая, ну, во-первых, нарушая работу этих органов, а в легких перекрывая достаточно большие участки легких, и начинают сдавливать и вызывать токсические проявления. И вот доктора, особенно хирурги, очень часто сталкиваются с ситуацией, когда видят какую-то опухоль, когда видят какое-то образование мешающее, да, и думают все, что угодно, начинают оперировать, и в результате оказывается, что это вот киста, мешочек, наполненная хинококками. Вот, и вызывают очень большие проблемы, в том числе и в печени. Печень при этом увеличивается, становится болезненной, становится пораженной, и при разрыве этой кисты содержимое вываливается в кровь, выливается и разносится по всему телу, вызывая хинококковый сепсис. Очень тяжелое отравление организма, практически ничем не уступающее сепсису инфекционному. На самом деле он и есть. При хинококкозе легких возникает кашель, тяжелое дыхание, одышка, боли, классическая картина каких-то образований в легком, и вот в результате оказывается, что это хинококковая киста, причем очень тяжелое состояние, особенно при сепсисе, при прорыве туда. И лечение таких кисток хирургической. То есть это прямое показание к операции, то есть эту кисту надо удалять. Поэтому все это не просто так, и будьте с этим осторожны. Теперь мы поговорим сегодня еще о других паразитах. Они несколько отличаются от глистов. Почему? Потому что это не червяки, это простейшие микроорганизмы, чаще всего одноклеточные. Соответственно, их не так видно, как глисты, это не червяки, которые мы глазом можем увидеть. Речь идет о заболевании, которое называется амебиаз. И возбудитель этого – амеба, которая тоже попадает в организм в виде цист. И достаточно много форм из этих цист выходит. Инфицирование, то есть заражение возникает при потреблении воды и продуктов, зараженной этими цистами. И амебы, они в желудке разрушаются соляной кислотой, но если цисты, которые защищают амебу от соляной кислоты, проникают глубже в тонкий и в толстый кишечник, они возникают, вызывают заболевания, которые протекают достаточно бессимптомно сначала, а вот потом возникают заболевания, вызываем, которые клинически проявляются как понос, причем это может быть язвенное изменение толстой кишки, отсюда кровь, в калии даже видна она, свежая кровь, и поражается печень с очень тяжелыми последствиями, вплоть до поражения печеночных сосудов. И, соответственно, очень тяжелое заболевание. Амебиаз, один из видов амебы, вызывает дизентерию. Амебиаз, дизентерийная амеба, тяжелое кишечное заболевание, основной диагностический симптом дизентерии, это когда вы в горшке видите свежую кровь. Вот красные прожилочки такие, при общем тяжелом состоянии ребенка, высокой температурой, частые поносы, боли в животе, тошнота и рвота, говорят о том, что это дизентерия, а дизентерия вызывает амеба. Поэтому, соответственно, лечение здесь, прежде всего, это антибиотики, без этого никуда не деться. А потом для профилактики, для лечения каких-то форм, оставшихся в организме, применяются в том числе и народные средства, мы об этом поговорим отдельно. А сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Берегите себя, берегите своих детей. До свидания.